Дмитрий Левусь, политолог-международник, директор Центра общественных исследований Украинских Меридиан. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, не только нас с вами, мне кажется, вся Европа сейчас гадает, что это произошло с 25-м президентом Французской Республики, и почему он стал таким активным, и таким, скажем, такое лидерство демонстрирует в поддержке Украины, по крайней мере, риторика его сейчас в авангарде. Ваша версия, давайте об этом поговорим, Дмитрий. В общем-то, как по мне, на самом деле ничего неожиданного не произошло. Почему? Потому что Франция всегда демонстрировала такое стремление к лидерству. То есть это было очевидно. И вот эта стратегическая автономия, которая европейская, общеевропейская, о которой сейчас говорят и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, и она все прочнее входит в лексикон, это на самом деле из лексикона французского, политического, причем достаточно давно. И более того, можно вспомнить еще и другое абсолютно такое, наверное, где-то психологическое вещи. То есть именно Макрон был тем президентом, который очень стремился остановить Путина путем переговоров. И это выглядело, мы помним, как перед вот эти визиты в Москву, беседы за длинным столом, потом эти звонки постоянные, что приводило тоже к разного рода мемам, шуткам. И как ни странно, очевидно, это тоже влияет определенным образом. Почему? Потому что, ну, наверное, тяжело сказать, что кто-то из нынешних европейских лидеров знает Путина вот именно таким образом лучше. Поэтому и сейчас, когда проявился вот эта комплексная ситуация, то есть с одной стороны Украина показала, что она важна для безопасности всей Европы, то есть что Украина ведет войну не за саму себя, а является, в общем-то, по сути, частью европейской системы. И более того, Путин демонстрирует, Путин и Россия демонстрируют, что останавливаться на Украине они точно не будут. То есть это абсолютно очевидно. Сама Россия демонстрирует абсолютно людоедские устремления по отношению к Украине. И на этом фоне все любые как бы мирные инициативы от разных посредников, например, Китайской Народной Республики, выглядят глупо. Почему? Потому что буквально на следующий день выходит абсолютно официальное лицо. Медведев, бывший президент, ныне заместитель главы Совета безопасности России, и в сталинском френче начинает на фоне карты, где нет Украины, рассказывать о том, что Украина, это без сомнений, несомненно, это Россия. То есть на этом фоне, естественно, что вот это вот абсолютно логичное и присущее для Франции стремление играть большую лидерскую роль в Европе и явная угроза со стороны России, вот она и срабатывает таким образом, что Франция начинает проявлять вполне конкретную инициативу в сфере безопасности, потому что есть, опять же, на что опереться Украина, на украинский потенциал, и есть потенциал восприятия у ряда стран, которые с этим согласны, с такими предложениями Франции. Ну и никогда не надо забывать о соперничестве с Соединенными Штатами Америки. Вот сейчас, когда действительно непонятно, что может произойти с НАТО, если такие сигналы из Соединенных Штатов идут очень разные, и изоляционизм становится все сильнее, то вот сложившиеся все эти факторы вместе, угроза России, традиционное стремление к лидерству в Европе, возможность опереться на способность Украины сопротивляться и цементировать европейскую систему безопасности, явная угроза от России не только для Украины, и вообще для Европы, и возможный отказ от США от большой роли в сохранении безопасности в Европе, все это вместе срабатывает и приводит к таким решениям, которые недавно еще казались совершенно невозможными. Совершенно невозможными, абсолютно это так, и я уже не хочу повторяться, там прослеживать риторику Макрона даже после 24 февраля 2022, потому что она менялась, но она очень так, не совсем быстро менялась, возможно, где-то какое-то переосмысление произошло у самого же Макрона после того, как он совершил визит в Украину, побывал в той же Бучи-Ирпенеда, потому что для многих европейских лидеров это тоже стало для них же лично определенным характера откровением, то, что они увидели своими собственными глазами, и Бородянка, и так далее, это населенные пункты, нашим зрителям, напоминаю, в Киевской области и те последствия, которые там оставили после себя российские оккупанты, российские военные. Поэтому хочу вас спросить, а как вы считаете, ну, возможно, это немножечко такого неполитического характера вопрос, хотя все же, вот то, как действует сейчас Макрон и его заявления, и те декларации, которые он озвучивает, они, ну, не то чтобы болезненные, навряд ли есть что-то болезненное для Путина, хотя, может, все болезненно, но скрывает. Те действия, которые делает Макрон, они как-то ударяют по самолюбию Путина, исходя из того, какие у них были отношения? Ну, я думаю, что вы очень правильно отметили, что все болезненно. Да, да. То есть это очевидно. Путин действительно очень самолюбив и уязвимый, и это то, что иногда что-то скрывается, то, что как оно у него прорывается в виде всяких этих шуточек из детских, из советских мультиков, из дворового детства кто так обзывается, сам так называется, это просто, ну, это закомплексованное и абсолютно, да, то есть существо, да, то есть это очевидно. И, естественно, что оно болезненно бьет. Более того, заявления, которые звучат в ответ, они об этом свидетельствуют, да, там, скажем, там небольшой, может быть, какой-то промежуток по времени, пока готовят ответ российская пропаганда. Но они это делают. Да и я думаю, что это тем более, кстати, болезненно, поскольку, опять же, исходить из психологии Путина, вот как чекиста, да, который, ну, знаете, как у Высоцкого, как он воспринимает, да, то есть, понятно, у Высоцкого есть там одна песня, там, он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, да, то есть это вот эти вот, вот это русскомирское восприятие, как же так, вот он приезжал, говорили, говорили, то есть он же, Путин это все воспринимал как слабость. И тут вдруг оказывается, что, опять же, не уследил вот эту эволюцию за два года, которая произошла, и вдруг происходит вот такое, да, то есть, естественно, что это очень болезненно, то есть, тем более, что, когда взгляд вот такой русскомирский, поэтому я думаю, что, да, так оно и есть, и, в общем-то, тут даже традиционная такая ошибка российской государственной машины в том числе, то есть вот эта вот зашоренность взгляда, которая, ну, например, не позволила понять, что никакого СВО не будет, а будет большая война, хотя перед этим восемь лет с Украиной воевали на востоке Украины, то есть, ну, можно было сделать правильные выводы о настроениях украинцев. И тут точно так же. Раз решили для себя, что это слабаки европейцы, и вот эти разговоры, это именно это свидетельство, потом вдруг оказывается, что, оказывается, нет, оказывается, не так. Да, и, Дмитрий, ну, мы же можем, да, вот какие-то трансформации, если сегодня уже говорим о Макроне, они же наблюдались тогда еще с конца 2019-го, да, нормандская встреча, да, я очень часто вспоминаю, потому что тогда огромный действительно эфир мне довелось вести, я помню, как это все происходило в прямом эфире, многие там даже обращали внимание, кто как сидел, ну, Макрон себя вел тогда как медиатор, да, потому что есть такое понятие, как медиация, но и как модератор, потому что он на себя роль, там, Ангела Меркель тоже, да, тогда еще она была канцлером, я нашим зрителям напоминаю, тоже такую роль лидерскую, как бы, преследовала в том, как это выглядело, но все же они пытались вдвоем, и Макрон в первую очередь таким сдерживающим быть фактором в отношении как раз Путина, который присутствовал на этой встрече, я напомню нашим зрителям, это было в декабре 2019-го, тогда присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, канцлер на тот момент Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Российской Федерации Владимир Путин, поэтому тогда еще можно было понимание видеть, какую роль преследует Макрон, понятное дело, что он умеет адаптироваться в связи с происходящим, он умеет реагировать на то, что и кто как говорит, и это видно, потому что вот этот фильм, который далее появился, французский, где ему звонит Владимир Зеленский, а он отвечает, это же тоже снимали, и было понятное дело, что когда-то это увидят о президенте Франции, где он уточняет, то есть тотальная война началась, ну и Зеленский отвечает, что да, это не просто тотальная, это страшная тотальная война, поэтому понимание того, как будет действовать Макрон, возможно, было видно, но я вот сейчас спросила, насколько болезненным это является для лидера Кремля, а вот это вот такое лидерство, да, ну не совсем оглашенное Европейским Союзом, это делает сейчас единолично Макрон и Франция, как оно влияет на других лидеров политических Германии, я в частности, давайте будем, да, ближайшие, а то я уже так далеко пошла в 2019, вот эти ближайшие заявления о том, что говорит Макрон, я сейчас даже не о вводе войск, а то, что он сказал, что все-таки не боятся России, да, вот эти призывы, не боятся России, которые обращены к Европе, на них есть реакция, ну вот в частности, есть реакция Писториуса, министра обороны Германии, он отреагировал на эти слова, и что он говорит, Писториус заявил, что призывы Макрона не боятся России, не решат вопрос о военной помощи Украине, вот такая вот история, как вы считаете, а как реагируют другие лидеры, как реагируют другие страны, насколько они готовы сейчас уступить все-таки место Макрону и Франции, как лидирующей стране в Европейском Союзе, в вопросе как раз решающего фактора в отношении Украины? Ну как раз действительно многое зависит от изначального отношения, да, потому что, например, ожидать после, как раз, кстати, после вот этой встречи в Елисейском дворце, где больше 20 стран было, то и заявления, что же были соответствующие, да, есть было заявление Словакии о том, что словацкие войска никогда не будут на территорию Украины, то есть не примут участия в этой операции, были другие заявления, да, то есть, ну, во-первых, стало было очевидно, что есть консолидированная позиция нескольких стран и не только Франции, с которыми, в общем-то, этот вопрос уже проработан и будет коалиция тоже, а не только коалиция дальнобойной артиллерии. Второй момент, я думаю, что в краткосрочной перспективе, например, с Германией могут быть там определенные, ну, так тоже трения в этом вопросе, но, опять же, абсолютно, вот мы видим, что Германии, исходя вот из того, что слитого разговора о предоставлении Таурусов, о том, что именно, да, как говорит Писториус, как министр обороны о необходимости предоставления конкретной помощи, в ответ уже, кстати, на политические заявления, то мы видим, что далее, в принципе, в немецком обществе, и уж тем более в оборонном промышленном комплексе, то это, кстати, депутат Егор Чернев встречался с производителями Таурусов, которые говорили о том, что, да, их можно поставить, и не нужно каких-то там сложных адаптаций, что это ничего такого не происходит, ни невозможного, ничего нету. Вот есть позиция военных, которые тоже считают, и есть неопределенность в политическом поле, то я думаю, что в дальнейшем это приведет к соперничеству, но к соперничеству именно относительно поддержки Украины, потому что генеральная линия вот этими заявлениями сформирована, и можно вспомнить ситуацию, как вот в европейских институциях, и Шарль Мишель, и Урсула фон дер Ляйен, они симпатики Украины, и у них где-то есть определенное соперничество, есть, да, определенные нюансы, но вот по большому счету это позитивно, и тут, я думаю, тоже в таком, на стратегическом уровне это повлияет позитивно относительно поддержки Украины. Дмитрий, в заключении давайте немного к самой из Франции, Макрон-то понятно, но у них, к счастью, демократия, и в 27-м году, три года еще ровно остается, весной 27-го года, Эммануэль Макрон прекратит быть президентом, он не имеет права переизбираться, два срока, это второй срок президентский. Насколько эта политика может быть продолжена французскими элитами, учитывая, что довольно значительную часть французских элит составляют не просто правые консерваторы, а, скажем так, люди для которых, вот как для нас Украина по Натусе, а так для них Франция, и они не очень хотят вмешиваться в войны и конфликты. Это действительно мнение многих французов. Да, ну, начнем с того, что на самом деле пока что действительно есть все-таки больше о заявлениях мы говорим, да, то есть и, ну, есть и конкретные шаги, да, относительно вот финансирования, покупки тех снарядов, которые нашла Чехия, да, где-то, то есть еще, ну, то есть какие-то, да, мы можем говорить о том, что намеки на движение есть, да, то есть, поэтому я думаю, что это на самом деле проблема же не только Франции, и мы с этим должны быть постоянно, да, к этому готовы, то есть выборы в Европарламент, которые сейчас пройдут тоже, посмотрим, как они могут изменить ситуацию, можно выборы в разных странах, да, то есть поддержка, конечно, может колебаться, конечно, может поменяться, но если, я думаю так, что если политика европейских стран, вот если она определена на определенный момент, то потом еще остается еще и инерция, да, определенным образом, которую поменять достаточно сложно, ну и однозначных радикальных изменений такого плана, я думаю, не произойдет, к сожалению, опять же, еще и потому, что война не прекращается, и она как экзистенциальная угроза тоже будет восприниматься, и я думаю, что все меньше будет иллюзия относительно того, что всю ситуацию можно прокрутить назад и снова нормально общаться с Путиным, с Россией, поэтому я думаю, что тут мы увидим такой определенный дрейф у очень многих политиков, ну, кроме тех, кто явно жрет с ладони у Путина. Да, это точно. Спасибо, Дмитрий, в любом случае, очень интересный поворот, и будем наблюдать за этим, и, конечно, для Украины критически важно, чтобы лидер такой большой и важной страны, как Франция, был как минимум за нас, да, и это действительно очень важно. Спасибо, Дмитрий, за этот разговор, политолог-международник, директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан» был у нас в эфире. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.